Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В Кесаре обнаружены останки которым 7,5 миллионов лет. МИД Армении и Арсаха проведут регулярные консультации по Нагорно-Карабахскому конфликту. 7 июля в церкви Святого Вартананца села Дилифи Джавахка состоится церковная литургия. Жители сирийского Дамаска устроили митинг в поддержку сирийской арабской армии. Состоялась презентация нового номера журнала «Наука Арсаха» на 2019 год. Землетрясение в Калифорнии магнитудой 7 баллов. В этот день, в 1820 году, родился геммон Алишан. Останки слонов, жирафов, лошадей и носорогов в возрасте 7,5 миллионов лет были обнаружены во время раскопок в провинции Кожа-Сина в Кесарии и Западной Армении. Для исследования останков в Кесарию прибудут геолог Мати Лихко-Нин из Хельсинского университета в Финляндии, геоморфолог Франкфуртского университута естественных наук Германия Мутмейер и Фейсали Биби из Берлинского музея в естественной истории. На этот период запланированы новые раскопки. Находящийся с рабочим визитом в Арцахе на Горно-Карабахской республике, глава МИД Армении Зограпа Нацаканян провел встречу с главой МИД НКР Масисом Маэляном. Об этом сообщает три службы МИД РА. Согласно информации, Зограпа Нацаканян подчеркнул важность проведения регулярных встреч в подобном формате, что предоставляет хорошую возможность подробно обратиться и оценить нынешний этап мирного процесса урегулирования Карабахского конфликта и обозначить дальнейшие шаги. Это отражает нашу высшую цель закрепления вовлеченности НКР, обеспечение которой с первого дня было нашей целью. Это очень практичная, прагматичная цель, потому что если мы действительно хотим практического движения в мирном урегулировании, участие главного субъекта в этом вопросе остается важным, отметила глава МИД Республики Армении. Глава Министерства иностранных дел Армении Арцах обратились к ряду вопросов, связанных с процессом мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. 7 июля в 10 часов в храме святого вартананца в Дилифе Джавахе состоится церковная литургия под председательством отца Армаша Погосяна. Деревня насчитывает около пару утра тысячи жителей. Предки местных жителей мигрировали из провинции Муж Западной Армении в 1829 году. Святой церковь святого вартанца была построена на месте древней часовни святого вартана. В деревне много мест паломничества, сохранившегося до нашего времени святой Минас, святой Таво, святой Григорий, просветитель и другие. Многие святыни и религиозные книги хранятся в частных домах. Все жители деревни армяне говорят на хнуском диалекте. Массовый митинг был проведен на площади Аль-Шухада в районе Дамаска-Аль-Набек. Люди наступили в поддержку сирийско-арабской армии в ее войне против террористических группировок. Участники митинга держали сирийские флаги и скандировали лозунги, выражающие их лояльность по отношению к стране. Ряд участников подчеркнули, что они будут стоять вместе с сирийскими военными до окончательной победы над терроризмом, отметив, что благодаря их жертвам безопасность и сохранность вернулись в район Дамаска-Аль-Набек. Со своей стороны жители района Аль-Набек, стоящие за бойцами сирийской арабской армии, выразили свою решимость биться до полного освобождения всей сирийской территории от терроризма и защиты страны. Они также выразили готовность жертвовать собой во имя единства и независимости Сирии. В гостиничном комплексе «Валекс Гарден» в Степанакерте состоялась встреча-дискуссия с членами редколлегии периодического издания «Научный Арцах» общественной организации «Союз молодых ученых и специалистов Арцаха», в ходе которого был представлен новый выпуск периодического издания 2019 года. Как передает корреспондент «Арцах Пресс», на мероприятии выступил главный редактор журнала «Научный Арцах» Аветик Арутюнян. Он также отметил, что второй номер журнала представлен широкой публике. Целью журнала «Научный Арцах» является содействие развитию науки, а также развитию научной дипломатии, которая позволит представить миру Арцах через науку. В результате повторного землетрясения, зафиксированного сегодня в американском штате Калифорния, разрушены здания и дороги, вспыхнули пожары, есть также несколько пострадавших, сообщает Associated Press. Магнитуда землетрясения составила 7,1, а эксперты прогнозируют продолжение авторшоков. Отмечается, что вероятность повторения еще одного такого же мощного землетрясения в последующей неделе составит 1 к 10. Как бы то ни было, специалисты геологической службы США отмечают, что вероятность того, что землетрясение причинило разрушение за пределами штата, весьма мало. Землетрясение произошло 5 июля в 2019 по местному времени. Эпицентр расположен близ города Риджикрест. Гевонт Алишан. Настоящее имя Керов Б. Алишанин родился 6 июля 1820 года. Константинополь скончался 9 ноября 1901 года в Венеции. Крупный арминовед, этнолог, ученый и поэт. Член католической конгрегации махитаристов в Венеции. Проучившись два года в армянской католической начальной школе Константинополя, Керов Б. В возрасте 8 лет был привезен в Венецию, где обучался в школе махитаристов при армянском католическом монастыре Святого Лазаря. Здесь он в совершенстве изучил древнеармянский язык, граппар, а также итальянский, английский, немецкий, французский. Приобрел обширные знания по истории, географии и филологии. Был назначен учителем, а вскоре экспертом армянской школе Мурадян в Париже. Впоследствии школа Мурадян была переведена из Парижа в Венецию, и Гевонд вернулся в монастырь Святого Лазаря. С 1849 по 1855 год Алишан был главным редактором периодического органа махитаристов Венеции журнала «Базмовеп». Первые поэтические опыты Алишана относятся к 1830 годам. Начал печататься с 1844 года в журнале «Базмовеп». Основное поэтическое наследие Алишана собрано в пяти томах, вышедших в свет в Венеции в 1857-1858 годах. Все стихотворные произведения в нем написаны на гропаре, объединенные в тематические циклы под общим названием «Напевы». С 1830-х годов Алишан начал проявлять серьезный интерес к различным областям армяноведения. В библиотеках, музеях, книгохранилищах разных городов Западной Европы он изучил армянские рукописи, обнаруживая многочисленные ценные материалы, связанные с историей и культурой армянского народа. Алишан – автор капитальных трудов по армянской истории, этнографии, географии и культуре. Среди них политическая география, древние верования армян, флора Армении, сказания об Армении, Сисван, Сисакан, Айрарат. Как ученый, Алишан приобрел общеевропейскую известность. В 1866 году он был награжден Орденом Почетного легиона и являлся членом Итальянского азиатского общества, Московского археологического общества, Санкт-Петербургского общества, любителей русской словесности, Йенской академии философии и других. Обладая обширным научным наследием, более 45 томов Алишан внес большой вклад в развитие отечественной науки. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Бам Порутан Емонт Алишан. Бам Порутан Емонт Алишан Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!